Всем здарова дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить смертельную башню боевика. Ну чё, поехали. У нас сегодня будут боссы на 60 уровне, у нас будет всего одна попытка на то, чтобы с ними справиться, посмотрим как это пойдёт. По снаряжению хотел заметить, что я поменял себе Молот Гнева на награду за трюки, именно башную карту, как сказать, башенное снаряжение именно этой башни. Всё остальное я в принципе оставил точно так же, посмотрим как будет себя показывать у меня это снаряжение вместо Молот Гнева. И как раз бы на боссах удастся проверить, что лучше Молот Гнева или вот эта шняга. Так, у нас опять с вами битва с миллион раз воскрешающимися противниками. Ну вроде бы знаете, от базовых атак иногда пролетает по 20 тысяч урона, и с этим снаряжением это смотрится гораздо интереснее. Чем с тем же Молотом Гнева. Не удалось, конечно, метки смерти повешать на Джейсонов, но да ладно. Так, поехали в следующую битву. Блин, я очень надеюсь, что у меня всё-таки получится с первой попытки пройти бой с боссами, хотя бы на 60 уровне. Хотя у меня очень большие сомнения на этот счёт, потому что всё-таки на 60 уровне уже будет 3 босса, а я двоих боссов еле-еле успеваю бить. Тем более это фатальная башня, ну не фатальная, а смертельная, я имею в виду. По сути, одно и то же. Но если бы мне удалось пройти 60-й бой с первой попытки, я был бы так счастлив. Может быть, как раз-то снаряжение синее даст мне такую возможность, и я ещё не уверен в этом плане. Мне кажется, оно будет реально лучше, чем у Лот Гнева. Чисто за счёт того, что оно даёт 66% бонус к урону. Остальные модификаторы у него, у этого снаряжения такие крутые. Пробой блока, конечно, да, прикольно, но это не идеальная снаряга для урона. Уже, знаете, чувствуется, что каждый бой проходит чуть дольше времени, чем обычно. О, Кентаро, здорово. Блин, тысячу лет не играл за Кентаро, кстати. Надо будет, когда я буду проходить всякие, знаете, эти миссии боевого пропуска дополнительные, поиграть за каких-нибудь редких персонажей, за которых я редко играю. Просто, знаете, чтобы разнообразить как-то геймплей, играть не только там за тех, за алмазки десятого слияния, но ещё из-за каких-то персонажей непопулярных, за которых я особо не часто гамаю. Конечно, криты не такие сильные идут из-за этого. И без молота гнева. Хотя, с другой стороны, молот гнева, он же даёт только шанс на криты плюс силу. Я вот не знаю, плюс к силе атаки это лучше, чем от молота гнева, чем, к примеру, тоже бонус к урону от снаряжения или всё-таки нет. У меня такое ощущение, будто бы в некоторых боях больше урона идёт, да, от базовых атак, а в некоторых боях, наоборот, меньше. Интересно, удастся смоку отразить на меня какие-то эффекты? Да, он отразил на меня огонь, но зато заморозку не смог отразить. Ну, блин, он сейчас меня ещё ослепит со своей пассивки. Не, он не успел меня ослепить, потому что сам сменился. Господи, дайте мне использовать что-то, алё. Нифига себе, они жёсткие, вот этот вот отряд классический, это дичь какая-то. Они мне просто больше половины здоровья снесли из-за своих, блин, комбинаций, которые мне избивают все атаки. А можно мне чё-то сделать, алё, скорее, как его? Офигеть, он быстрый, конечно, это просто жесть. Просто минус 75% здоровья. Какая-то жёсткая команда попалась. Я представляю, если такая команда будет со снаряжением. Но, скорее всего, золотых персов просто не будет у нас в более поздних боях в башне. Но был бы такой, знаете, максимально неприятный бой с этими быстрыми персонажами. Ну да ладно. Идём пока дальше. Так, это у нас получается Сайрокс, да? Ну, конечно, у вас есть пробой блока и все на свете. Господи, как же они много дэмэджа наносят, это какая-то дичь. Они так много урона наносят, это какой-то капец. С каких, блин, с каких пор, блин, обычные персы начали носить настолько много дэмэджа по моим персонажам? Вроде бы только начальные бои, вроде бы не такие крутые противники, но, блин, они так больно бьют. Не знаю, может, я туплю, чё-то я не в курсе. Ну, чё-то как-то урона уж слишком много стало у противников. У них же вроде не должно ещё идти снаряжение башеная на такую защиту. Чё-то не так много дэмэджа-то вносят по мне. Вот и пошли первые алмазки. Здесь у нас терминатор Тёмной Судьбы. Просто нереально. Они скоро начнут урона, но сеять даже больше, чем я. Хотя у меня есть снаряжение, у них нет снаряжения, но они так больно дамажат. Даже учитывая, что используют всего лишь первые спецприёмы. Так, здесь главное сейчас Крэшинг не выбить. Так, минус Джакс, и осталось разобраться с Саб-Зиро. Всё, изи-бризи. Так, 2К монет получаем, все дела. Идём дальше на следующую битву. Совсем скоро уже боссы. Блин, я боюсь реально. Вот учитывая, что мне даже вот уже на 50 каких-то боях начинают пробивать обычные противники, и мне страшно встречаться с боссами. 60-го уровня, особенно их там должно быть 3 штуки. Я представляю, что они могут мне сделать. А почему у меня первый спецприём заблокирован? А, видимо, такой модификатор на этот бой. Типа увечи, или как там он называется. Не, увечи это, по-моему, не даёт как раз-таки возможности использовать спецприёмы. Это негативный эффект. Модификатор как-то вроде бы по-другому называется. То ли угнетение, то ли чё-то в этом духе. Точно не помню. Не, я уже представляю, как у нас будет гореть жопа на более поздних боях в обычных битвах. Там будут реально эти мерзкие персонажи, какие-нибудь те же всякие синдал, блин, которые будут тебя кайтить на этот... оглушение делать на тебе. Возможно, придёт ставить себе таланты на сопротивление негативным эффектам и также эти. Опять пошла фулл снаряжение у противников. Чё у них стоит вообще? Ну, просто какое-то разное снаряжение от обычных персонажей. Пока вроде бы не выглядит особо опасным. Господи, тут и люкан, который меня сейчас, возможно, оглушит. У меня, конечно, может сопротивление сработать благодаря маске. Но не факт. Там всего 20 или 25 процентов. То есть мало достаточно. Да, сработало всё-таки оглушение. И вот здесь песчаная буря, она сейчас вот прям наложится, и я не смогу пробить даже первой своей комбинацией противника. Не, успел, успел, хорошо. Хотя бы от люкана избавлюсь, а вот дальше уже будет посложнее. Да в смысле ты не сдох? Какие 73 тысячи? Где мои криты? Алло, игра. Так, давайте в блок. Здесь долбанём. Всё равно у нас пробития блока нету из-за этого дурацкого модификатора. Хотя написано, что на этом модификаторе, что у тебя понижается пробовая блока, но не уходит в ноль. Но я ещё не раз, у меня не было такого, чтобы я мог при песчаной буре сделать пробой блока. У меня обычно идёт 100% вообще сопротивление пробиванию при этом модификаторе. Я не знаю, если больше 100% сделать себе пробой блока. Вот у меня сейчас, по-моему, по сути, вроде бы больше 100% пробой блока идёт. Или не больше? Подожди, 25 плюс 45 плюс получается от этого... Не, я думаю, тут не больше 100%. Но близкое к этому. Хотя написано в описании, да, что, типа, идёт пониженный шанс на пробой блока, но при этом, как бы... Как будто он идёт вообще нулевой. Блин, тут оглушающие атаки, неприятный модификатор, кстати. Особенно, когда противник каждому ещё добивающему комбо будет тебя оглушать, ты ничего не можешь сделать, тут постоянно идут бесконечные оглушения по твоим персам. Так, он сейчас пользует первый спецприём, я бы этого не хотел, поэтому я сменюсь на Сабыча и просто дам по нему второй. Не буду крэшинг выбивать здесь, это не обязательно. У него мало здоровья, он в любом случае не переживает эту атаку. Так, 2200, окей. Следующий, пожалуйста. Восстановление. И ещё одна алмазка, и причём с фулл снарягой. Неприятный бой будет, особенно учитывая, что нам придётся с Рейденом, скорее всего, драться через этого... через Саб-Зиро, либо Джейд. Блин, я очень надеюсь, что Рейден выйдет ещё вторым. Отлично. Тогда только Соню Блейд придётся добивать за Саб-Зиро, либо Джейд. Ну, ладно, всё, на ней метка смерти, она уже точно никак не воскреснет. Хотя, ну... А из чего это? Соню Блейд могла воскреснуть. Так, следующий бой. Это у нас последний бой перед боссом. Ну, и потом будет финалочка на сегодня. Точнее, на сегодняшнее утро. Хотя сложно назвать сейчас утром, уже день, по сути своей. Ну, да ладно. Так, сразу же пытаемся избавиться от Каныча. Чё, не сработало твоя оглушение? Твоя оглушение! Так, на, получай сразу, подруга. Я, наверное, сразу дам первый. В принципе... Ага, блин, у неё сработала вот эта фигня. 20-ти процентный шанс на исцеление от моего спецприёма. Блин, один спецприём я всего использовал, и всё равно, как бы, сработало исцеление. Неприятный, конечно, модификатор временами. Но чаще он... Его достаточно легко овыйдить в плане этого. Так, и у нас первые три босса. Да, как я и думал, три босса. И причём, на 60-м бою сразу три алмазки и три жирные, капец, какие жирные алмазки. Гора ещё и воскрешается. Ещё и шелкан, ещё и рептилия с восстановлением здоровья от спецприёма 3. Господи, насколько можно мерзкий отряд создать им? Так, по снаряжению 2 эпика, ещё и эпик на броню. Здесь получается редкая карточка на 10-е. Каменные валуны 10-го слияния. Ты чё, гораешь, шелкан? Опять же, эпик-эпик. Редкая карта 5-го. Здесь получается фулла синяя снаряга. Угу. Так, мне интересно узнать, что дают каменные валуны на 10-ом слиянии. Помнишь, что они дают какой-то неприятный эффект? Ну, я не помню какой. Так, стоп-разновили чиню урона. Владельца силачка... Так, урон владельца повышается, если он теряет здоровье. А, ну это не так страшно, ладно. Я думал, просто там будет какое-то воскрешение дополнительное, но вроде бы нет. Ну, мы точно не пройдём это с первой попытки. Я уже это вижу, но я, по крайней мере, попытаюсь. Я попытаюсь пройти это с первой попытки. Если у меня удастся на горы выбить какую-нибудь метку смерти, не дать ему воскреснуть, то у меня будут какие-то шансы. Но у них слишком жёсткая снаряга на здоровье. У них очень много КПшки. Поэтому, скорее всего, у меня не получится пройти этот бой с первой попытки. Тем более, мне нужно ещё и поддерживать метку смерти на горы. Плюс у меня начнёт медленнее накапливать сила после 20 секунд матча. Как бы всё это зарешает, опять же, не в самой лучшей для меня... Не в самом лучшем для меня ключе. Блин, а с него сейчас ещё метка смерти спадёт? Он сможет воскреснуть после того, как погибнет. Блин, зараза! Не удалось мне на него эту метку смерти накинуть. И он уже 100% воскрешается, вот в чём проблема, да? То есть, как бы я сейчас не кайтил врагов, гора придёт и всё испортит. Я вряд ли смогу 1 минуту и 10 секунд продержаться, не дав гора воскреснуть. Господи, как же медленно накапливать сила, я не могу накопить никак на второй спецприём. Ну, саб очень плохо так раздамаживает. Но всё-таки да. Счастье длилось недолго, как говорится. Может быть, у меня удастся хотя бы гора убить? Я не знаю, конечно, но я попытаюсь. Явно тут уже видно, что ни о какой одной попытке речи быть не может. Но я попробую сейчас перевязать горыча. И как-то постараться его сразу вынести. У меня есть ещё один спецприём на Скорпионе. Ну да, конечно, ты используешь свой первый спецприём. Как же без этого, братан? Он всё равно сменился. Ему пофиг на запрет замены. А, всё-таки есть какое-то ограничение на то, как быстро или медленно у меня будет накапливаться сила. То есть, видите, модификатор перестал действовать, как мы видим. Но никакой одной попытки речи идти не может, конечно, с таким этим. Ну, конечно, конечно, ты используешь свой первый спецприём, который полтора года длится и кучу времени отнимает. Блин, даже гора у меня не удалось победить. Ну, блин, метка смерти спала. Чё я могу сказать? Не повезло мне с этим планом, что у меня не срабатывала она до самого конца. Капец, я даже одного босса на шестятом бою не победил. Я представляю, что там будет дальше после этого всего. По снаряжению я использовал, видите, вот такое снаряжение. То есть, пока у меня нет особо башенного снаряжения. Ну да ладно. В общем-то, первая слитая попытка в обоих башнях. Мы будем долго проходить фатальную башню. Я уже это вижу. В общем-то, ладно. Этому большое спасибо за просмотр. А с вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. Мы ещё обязательно увидимся. В следующий раз, я надеюсь, вечером сегодня мы их пройдём. На этом пока что всё. И пока-пока.